Пограничники на этой неделе отмечают профессиональный праздник. 99 лет со дня образования пограничной службы России. Граница с республикой Казахстан проходит по территории 9 районов Омской области и превышает 1000 километров. Мой коллега Дмитрий Куканес побывал на одной из застав и выяснил, что пытаются перевести современные контрабандисты. Отделение лужья! После этой команды у бойцов есть меньше минуты, чтобы вооружиться и покинуть заставу. На внедорожнике пограничники отправляются к предполагаемому месту перехода границы. Пес Терри практически сразу берет след. Тревогоучебная группа реагирования русскополянской заставы отрабатывает тактику во время полевого задержания. Проводятся тренировки, где конкретно непосредственно ставятся задачи для каждого сотрудника с целью систематизации, отработки навыков, практических умений личного состава при задержании реального нарушителя государственной границы Российской Федерации. Границу охраняют круглосуточно 7 дней в неделю, ведь у нарушителей выходных не бывает. Зона действия русскополянской заставы около 300 километров. Немалую часть из них пограничные дозоры обходят пешком. Места, откуда пограничники ведут наблюдения, строго засекречены и постоянно меняются. Обычно гражданских с собой не берут. Исключение делают только для членов добровольной народной дружины. Нас же попросили не снимать ничего, что может демаскировать точки заложения патрулей. Так называют дозорные пункты. А заодно пограничники попросили и сменить одежду, чтобы уже точно ничем себя не выдать. На открытых пространствах наблюдения ведут уже не из укрытия, а свыше к высотой из пятиэтажный дом. Мощная армейская оптика помогает разглядеть любые передвижения на рубеже. И даже вглубь на несколько километров. Угрозы, которые у нас сейчас имеются на государственной границе, это попытки отдельных лиц, которые занимаются незаконной миграцией, в основном граждан Центрально-Азиатского региона, по транспортировке и перемещению лиц, которым въезд на территории системы рации закрыт. Нарушители границ в основном наркокурьеры и контрабандисты. Последние пытаются перевезти алкоголь и сигареты. Но все чаще грузом становятся редкие виды диких животных. Так недавно сотрудники пограничного управления пресекли переправку за рубеж, трех кречетов и одного сокола-балабана. Все птицы занесены в Красную книгу. Контрабандист прятал их в акустическую колонку автомобиля. В тайниках машин прячут и оружие. Ежегодно пограничники изымают десятки стволов и сотни боеприпасов к ним. Пытаются ввести на территорию России и запрещенную экстремистскую литературу. С терроризмом борются уже вместе с казахстанскими коллегами. Дмитрий Куканас, Яртак Мурадян. Омск здесь.